Работа для него была вторым домом, рассказывает о муже вдова Александра Владимировича Алевтина Сергеевна. Вместе они прожили 35 лет. Быть генеральше, говорит Алевтина Синопальникова, непросто. Положение обязывает. Каждый день на работе муж должен быть в чистой и наглаженной форме. Муж платил за заботу вниманием и приятными сюрпризами. Каждый день рождения он начинал с того, что дарил нам подарки. И он всегда говорил, что, конечно, приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить. И вот мы всегда ждали его день рождения, чтобы, уже зная, что он нас будет поздравлять со своим днем рождения, будет нам дарить подарки детям и мне. Дети Александра Владимировича и Алевтины Сергеевны пошли по стопам отца. Служат государству, носят форму и звания. Маленькие внучки с профессией пока не определились, но о заслуженном дедушке им рассказывают родственники. Еще до того, как стать генералом, Александр Синопальников отработал в уголовном розыске и оперативном управлении в Синроссии. Принимал участие в контртеррористических операциях в горячих точках, где был серьезно ранен. Пуля попала в рот, она прошла через зубы, у нее слетела оболочка, вышла с задней стороны щеки, а сердечник ушел вверх и полсантиметра не дошел до мозга. При этом он не потерял дикцию, он очень четко умел говорить и очень правильно умел выражать свои мысли, доводить их до любого, с кем он общается. Председатель областного союза журналистов Ирина Цветкова вспоминает, генерал без капли сомнения мог ответить даже на самый бестактный вопрос. Например, цитата, сколько вы заплатили за должность начальника управления ФСКН. Он ответил так, это 33 года кадровой службы, это 4 школы моего сына, это 3 школы моей дочери, это невозможность жены работать по профессии, это тяжелые ранения, это государственные награды, и это то, что я до сих пор не имею собственного жилья. Видеозапись с первой пресс-конференции Александра Владимировича была сделана в марте 2011-го. Тогда, практически только став начальником областного управления наркоконтроля, генерал знал, с чего начинать работу в новой должности. С первого дня своей работы здесь, всем своим подчиненным, я говорю, что наша работа должна быть основана исключительно на нормах законности. Плохой ли он закон, хороший ли закон, но закон должен выполняться. Законность, порядок, организованность и дисциплина, вот это те столпы, на которых должна существовать деятельность любого серового ведомства, любого правоохранительного органа. За годы службы Родине ветеран боевых действий, доктор юридических наук, генерал-лейтенант полиции Александр Синопальников удостоился более чем 20 наград, среди которых Орден Мужества, Орден Почета, Медаль за заслуги перед Отечеством и другие. С 28 января, со дня его 56-го дня рождения, на здании областного управления ФСКН будет висеть мемориальная доска, чтобы молодые сотрудники чтили память почетного генерала и знали, с кого брать пример. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.